Всем привет! Покупки декоративной косметики и разной ерунды для макияжа. Итак, давайте начинать. Так, первым делом у меня уже сохнут, но не досохли, набор из трех спонжиков и три пуховки отдельно покупала. Из-за того, что это черная и не очень маркая, ну, в плане того, что если что-то не выедаете, я думаю, что я буду этими спонжами активно пользоваться именно в поездках. Но, если честно, в поездках мне не очень хочется тратить уйму времени на то, чтобы спонжики очистить. Так, у меня очень мало ухода, который я вам хочу показать, хотя я много купила, но давайте покажу. Итак, первое это я спрей купила в подружке, это, наверное, одна из немногих покупок, совершенной в этом магазине. Опять я к нему остываю маски от сифра, я их просто хочу показать, потому что будут постепенно заканчиваться, чтобы потом не было вопросом, что я одну и ту же маску показываю. И снова я себе купила патчи, ну, точнее, они пола в подарок шли, там нужно было купить на сумму и патч в подарок. На сумму 200 рублей. Ну, да, такие мелочи, в общем-то, ну, приятненько. Так, самое неинтересное закончилось, с кадра убираю. Итак, давайте приступать к интересному. Купила тональник от Биор Дизайн, ну, написано, что это магический крем, он совсем белый. И что-то меня теперь настораживает, буду ли я вообще этим продуктом пользоваться, не знаю. Также в очередной раз купила два рассыпных хайлайтера, они мне понравились, но я им не так активно в этом году пользовалась. Я думаю, что если на них чуть-чуть поднажать, будет поприкольней. Итак, самая моя нелюбимая категория, вообще я не люблю ни у кого смотреть всегда, практически перематываю, очень редко смотрю. И, в общем-то, шесть продуктов для ресниц, туши для ресниц. Сейчас я как-то перестала контролировать, сколько у меня продуктов для ресниц, но я всегда заканчиваю один, два, ну, в основном у меня бывает черная или коричневая тушь сразу, одновременно. Одну заканчиваю черную, чаще всего коричневую, вообще редко заканчиваю. И беру другую. Сейчас я практически не пользуюсь коричневой тушью, поэтому у меня все туши черные. Покупка из разряда, не знаю, зачем купила, но уже купила. При том, что, девочки, вот два уже одинаковых продукта абсолютно. Только тут фирма другая, а так, в принципе, одно и то же. Ой, не знаю, не знаю, у меня с карандашами вообще все плохо. Я редко карандашами пользуюсь для макияжа класс. Ну, тут есть красные и розовые, которые можно на губы использовать, но у меня и для губ очень много. Не знаю, что буду с этим делать. Еще даже вообще не думала, но купила. Так, далее еще четыре карандаша. Первый карандаш слева направо. Это просто консилер точечный. Крайне редко, но бывает нужен. Так что я его осознанно приобрела. Белый карандаш, это из предыдущей вот этой коллекции, скажем так, цветных карандашей. Просто белый я тоже хочу попробовать, может, для маскировки. Следующий карандаш Демини. Я вспомнила, что у меня когда-то были помады, они у меня до сих пор есть, которые я буду использовать, скорее всего, как румяну. И я про эту марку, скажем так, забыла и решила ее чуть-чуть себе купить. И карандаш от Люкс Визаж. Итак, продолжаем. Две одинаковые пудры, маленькие. У меня, по-моему, в запасах они тоже есть. Но такие маленькие форматы очень быстро заканчиваются, если я начинаю им пользоваться. Так что тоже приобрела. Ой, еще продукты из раздела. Это не очень интересно, но как бы к бьюти-сфере относятся. Итак, я купила целый набор новых щеточек для ресниц. Хотя у меня еще старых очень много. Я их не считаю одноразовыми. Я их мою. Опять коробку с яйцами-спонжами. Четыре просто спонжа отдельно в упаковке. Кисть кабуки. Спаду для макияжа. Потому что у меня одна была. Но как-то она не совсем, скажем так, удобной формы. Также я купила спонжик для пудры классической. И я себе еще взяла набор для чистки ушей. Но я его взяла не с этой целью, а взяла, чтобы ковырять продукты. Убрала все не особо интересное. Так, у меня еще тут вот есть карандаш. Белор Дизайн. В общем, еще такой приобрела. Так, тоже белорусская косметика. Люкс Визаж и Риои у меня... Я вот тут вот отобрала для вас, чтобы сразу показать. Но, как обычно, все сейчас я тут смешала. Так, у меня уже есть один от Риои. И давайте сравним. А, Тони 0,4. Вот он справа. В общем, сейчас я его поставила, типа, в использовании. Но я им есть, честно, еще ни разу не пользовалась. Давно ничего не приобретала. Три продукта от Фаберлик. Это вообще шок покупка для меня. Потому что как-то к этой марке я и не была никогда. Тепло настроено. После того, как парфюм начал портиться, вообще как-то разочарования одни пошли. Ну, тут решила какой-то микро шанс дать. Совершенно случайно я обнаружила вот эту марку. У меня уже тоже я подобрала, положила рядом. В общем-то, вот одну подводку я покупала. Мне вроде бы все устроило. Я ею делала даже макияж. Ну, пробовала там что-то, пыталась. Я купила побольше продуктов. Я купила, ну, кроме вот синяя подводка, которая лежит, она от Alex Horse или что-то такое. В общем-то, купила. Подумала, что это, ну, как бы бренд. Вот, и все нормально. Получила я посылку. Ах, как посылку. В общем-то, на Валберес. И я немного в шоке. Просто сроки годности. Я понимаю, что я пользуюсь просроченной косметикой чаще всего. Но когда ты покупаешь что-то новое, хочется, чтобы это было хотя бы с исходящим сроком годности. Вот знаете, как там суперакция, минус 90%, а продукт просрочится послезавтра. Ну, вот что-то из этого хотелось бы хотя бы. Но не так, что просроченный уже на долгое время. Ну, совершенно никуда не годится. Я пыталась связаться с брендом, показать, что вот у меня все это в таком вот состоянии. Но никакой реакции они просто отвечают мне, не может быть. И на этом конец. Так что эту марку я не советую. Я, конечно, буду пользоваться, но очень неприятно. Купила такой набор для бровей. В общем, мне он понравился единственным тем, что у него очень много оттенков разных. Я попробовала тестеры. Ну, это я покупала, скажем так, косметика из подземного перехода. Я попробовала тестеры на руке, они фиксировались. Ну, так, средненько, слабенько. В общем, надо чем-то закреплять. Но я хочу чуть-чуть поэкспериментировать с оттенком бровей. По простой причине, что теперь у меня... В общем, я нарастила волосы. Длинные. То есть, когда я делаю кудри, укладку, такую более упругую кудри, то у меня ниже лопаток волосы. То есть, настолько длинные они. Натуральные длинные. И я кручу не свои волосы, получается. Горячий метод. И они у меня, ну, не скажу, чтобы черные, но ближе к черному. И сейчас у меня немножечко иногда выбивается. Я вот подумала, если сейчас у меня не пойдут мои продукты для бровей, я не пойму, как их там потихонечку туда-сюда, ну, как-то наносить, то я вот этим вот набором попробую что-то сделать. Возможно, я сделала, как некоторые девчонки, там, по чуть-чуть. Только не вот так вот, что всю упаковку взяла, бахнула. Нет, это все-таки не продукт для лица, чтобы так много расходовать. Может, там, чуть-чуть вот как раз-таки вот этим набором. Вот, как видите, тут, смотрите, такие лопаточки, ну, типа для ушей. В общем, мне вот это все просто так понравилось, что тут вот есть как и венчик. Так, я вот так покажу, наверное. Ну, опять же, венчик. Ну, может быть, да, вот что-то им стоит помешать, посмешивать. В общем, я подумала, что вот этот наборчик мне очень сильно пригодится для этих всяких целей. Так что, так. Возможно, моя самая плохая покупка и ошибка, но я помню, что у меня были такие карандаши, они у меня есть. Я хочу сравнить, мои карандаши испортились, которые у меня есть от этой фирмы. И вот, кстати, нет, you can view me сейчас в использовании стоит. И Magical Hello. Ой, я просто тут притянула к себе коробку, чтобы смотреть то, что вот я хочу сравнить, показать, я это все перепуталась. Ну, да ладно. В общем, вот эти вот карандаши я хочу сравнить вообще. Изменилось ли качество? Может, мне от моих стоит отказаться, потому что они бюджетные? Ну, в плане того, что вот эти вот карандаши бюджетные. Не знаю, посмотрю. Следующая покупка такая рассыпушка для бровей была у меня когда-то. Я ее почему-то относила к люксу, может, потому что я ее никогда у нас в стране не видела. Я ее привозила два раза, но она просто очень быстро заканчивается. У меня рассыпчатые продукты вообще очень быстро заканчиваются, потому что я на кисти так много набираю рассыпчатые, они вообще прилипают к этой кисти. Также я купила вот эти вот милк румяна полупрозрачные, какие-то желейные. Не знаю зачем, хотя вот я тут уже, опять же, себе для вас подготовила. Я в упаковку под пудрой уже намешала помаду. То есть я уже опять сделала себе как бы кремовые румяны. Мне понравилась сейчас эта система с этой кремовой коррекцией лица, по ней еще добавление румян. Я с одной стороны и помады заканчиваю, с другой стороны у меня и кремовый румяна вроде бы трендово, все так интересненько. Сверху, если там наносишь только бронзер, то румяна все равно просвечивается, все можно не дублировать. В общем, классненько так. Влажный такой эффект прикольный. Но не знаю зачем я их купила, но в общем на меня очень сильно влияет. Если вот что-то надо покупать, что-то все покупают, то я тоже. Потом растет обыкновенный консилер и когда-то нашумевший, но наконец-то у меня руки дошли, этот флакончик с жидкостью, с блестками. Ну в общем, это очередная ерунда, которая красиво просто упакована. Но я подумала, почему бы нет. Может быть я буду брать его куда-то с собой летом, добавлять куда-то блеск дополнительно вечером. Посмотрим, посмотрим, как он себя вообще ведет. Вот может новогодний макияж, если мы пойдем вечером куда-то на прогулку перед Новым годом или после, там не знаю. Ну может я тоже как-то добавлю этих блесток. Или вообще вечером, зимой тоже будет смотреться. Не могу сказать, но в общем-то упаковка хотя бы миленькая. На этом плюс. Итак, я снова купила, хотя и не закончила, мыло твердое для волос. Так как опять же, работа, работа, работа. Иногда нужно брать с собой и не всегда у меня все-таки получается на несколько дней взять, ну более хороший такой отливат, скажем так. Следующая моя находка, это маленький тоже крем для век. С кремами для век я вообще играю как хочу, не очень вижу какой-то результат. Я не думаю, что крем способен вам стереть 30 лет с лица. Главное пользоваться, просто увлажнять кожу регулярно. Следующая покупка, это тени, однушки именно для бровей. Также вот думала темный оттенок, выбирала, выбирала. Но он отдельным рефилом идет, так что нужно будет его еще куда-то вцепить. Но теперь я посмотрела, у меня опять же есть темные оттенки. Я не знаю, зачем я опять еще один купила, но да ладно. И еще один дорожный набор. Чуть-чуть он отличается. Кисти не такие пушистые. Это вот такой коробочка. В общем, закрывается она вот так вот. Кисти не такие пушистые. И сама вот эта коробка, она, честно скажу, такая более хлипкая. Кисти прям, ну вот чтобы нанести пудру, например, кисть недостаточно. То есть если пудру под глаза или как-то точно что-то, то да, такой немножечко бесполезный, скажем так, набор. Еще хотела обратить ваше внимание на кисти, которые у меня были в упаковке. Сейчас я вам их покажу. Две кисти слева, очень мягкая, из правого реаль. Прям вообще твердая, как камень, который вот помягче, чем диоровские кисти, вот эти кабуки. Но которая просто, я не знаю, для чего она создана. Ей вот только в машине какие-то труднодоступные места чистить. Ну, вообще ужас какой-то. Итак, слева направо. Рефил типа для ИНА пудры. Потом четверочка теней. Выглядела коробка просто как люкс. Я тут немножечко совершила такую ошибку. Я некоторые покупки, сделанные за границей, смешала с покупками, которые я делала тут. И поэтому, возможно, какие-то продукты будут корейско-китайские. Я не знаю. В общем-то, я не сильно слежу по корейско-китайским брендам. Я просто покупаю все. То есть, если по нашим брендам я хотя бы понимаю, что это стайлари, это бьюти бомб. А там я вообще ничего не понимаю. И, в общем-то, я чуть смешала. Опять же, потому что корейскую косметику я не считаю за люксовую косметику. Я вам уже говорила, что там очень много есть магазинов, которые действуют по типу нашей подружки. То есть, это не продукты, которые просрочатся послезавтра, а продукты, которые будут еще два года. То есть, какая-то новая коллекция у них выйдет. Они быстрее старую, например, сплавляют. И вот это, наверное, рай эти корзины. Но они ничего по-другому выглядят. Но суть в том, что это, наверное, просто рай для байеров, которые отправляют, фотографируют в соседнем магазине цену на ту или иную палеточку. Отправляют за 500 рублей, за 1000 рублей какому-то человеку. А по факту ее в соседнем магазине можно купить за 49 наших рублей. Ну, я так образно сейчас назвала. Ну, просто цены, ну, реально как в подружке отличаются колоссально. Если там в новой коллекции можно что-то купить за 1000, то в корзине можно купить за 99 или 69, как раньше было там. И вообще цены были сказочные, сказочные просто в этом плане. Поэтому я там ковыряюсь, я там набираю. Я потом это все-таки отношу в другую свою косметику. Но в этот раз я перепутала. И я все равно это не считаю каким-то люксом. Тем более, я не считаю это какой-то дорогостоящей покупкой. Потому что я... Ну, по пальцам можно пересчитать, сколько продуктов я купила конкретно со стенда. Это прям минимум, минимум. Просто минимум. Я вообще... Ну, я понимаю тех, кто действительно приходит туда, чтобы сфотографировать и отправить кому-то. Но я... Нет, нет, нет. Я пойду там пороюсь. Хотя там рыться даже нет. Там все разложено. Так же, как и вот... Тиджи Макс, Ульта, вот эти всякие... Нет, не Ульта, Господи. Ну, в общем-то, где вот эти вот... Как у нас фамилии. Вот что-то типа такого. Таких тоже там полно магазинов. Так что обмануть. Очень легко притвориться крутым байером там или еще кем-то. Ну, может, кто-то, конечно, там супер последней коллекции покупает. О чем я лично сомневаюсь. Итак, следующий Лориаль Альянс Перфект. Он у меня почему-то лежал в покупках и очень давно. Я не знаю, почему. Ну, я им не пользовалась, но я его купила давно. Наверное, даже года два назад. В общем, он просто завалился, скорее всего, куда-то. И, в общем, теперь нашелся. Лориаль, у меня тоже странно, категорию ищет свою. То он иногда у меня в суперлюксе, оказывается. То он у меня в бюджете. Ну, да ладно. Дальше Урчи, Урки. Не знаю, как это фирма. Румяна и хайлайтер. Кстати, у Румяна интересная упаковка. То есть все это выглядит вот так. Внизу кисточка, сверху румяна и зеркальце. Ну, очень-то, конечно, мило все. Игра там очень мало во всех продуктах этих. Так что это вообще такие быстро играющие продукты, быстро заканчивающиеся. Так, покажу большие палетки. Ланда Бранда, наконец-то. До меня тоже дошел этот устаревший уже, наверное, бренд. Не совсем новый. Но, в общем-то, наконец-то такие появились супер-мега низкие цены. Я несколько продуктов из этого решила купить. Первый – это вот такая большая палетка теней. И еще одна палеточка. Не знаю, буду ли я ими пользоваться активно когда-нибудь или нет. В принципе, я вот сейчас смотрю, желто-золотой. Вот эти два светлых оттенка слева, они просто одинаковые. Не знаю. Попа Кэнди, в общем-то, да, и купила тоже. В качестве таких хотелось бы их использовать. В качестве таких нудовых макияжей или растушевочных теней. Не знаю, не знаю. В принципе, таких уже теней очень много. Но еще одна палетка не помешает. Четверочка румяна у меня, в принципе, от Unicorn Approof. Есть такие, но я ими не пользовалась еще. Ну, не знаю. Вот еще одна. Следующая тройка от Хондаян. Тут уже есть кремовые румяна. Именно румяна. Купила ее только из-за того, что есть кремовая румяна, чтобы, так сказать, себя успокоить, что это, в принципе, то же самое, что и кремовая помада. Вот эта палетка у меня во втором оттенке, но у меня есть в первом. Я ее не могу найти. Может быть, она у меня где-то тут в покупках лежит. Ну, вообще, в этих всяких пакетах. Может быть, еще такое, что я ее купила, и она у меня в чемодане неразобранном лежит. Я, если честно, не помню тоже, где я брала эту фирму. Так, следующая палетка скульпторов. Палеточка румяна. Такой вот приятный контуринг от Focalure. Давно от него ничего такого не видела интересненького. Следующая четверочка. Тут один оттенок сразу нужно выковыривать. Это блестки. Такой чудесный хайлайтер с персиковым подтоном. В общем-то, сразу меня покорило дизайном и всем. Так что он у меня. Следующий хайлайтер. Я его хочу применить для какого-то вечернего макияжа. В нем такие крупные блестки. Он сияет и искрится. Сейчас, может, это как-то тут и не видно, но я свочи не умею делать, поэтому не сделаю. Но есть еще опасения, что это просто верхний слой, верхнее напыление. Так что он у меня останется именно для какой-нибудь вечерненькой прогулки, именно когда будет уже снег. Следующий продукт это румяна. Следующий продукт это вроде бы как тени, но я думаю, что если я буду использовать как румяный хайлайтер, тоже можно будет. И вот такая вот малышечка румяшек, такой приятный, сейчас покажу. Приятный, легкий оттенок. Я, если честно, даже думаю, может быть, я буду использовать этот продукт в качестве пудры. Запах такой тоже приятненький. В общем, такая небольшая упаковочка, такая вот она. Простенькая, плотненькая. Думаю, может быть. Попробую вот сводч сделать. Конечно, такой еще мастер. Как терпалец бы, я не знаю. В общем-то... Да, наверное, я ее как пудру буду использовать. В общем, вот я нанесла. Вот, вот. Еще подсвечивает вроде бы так, чуть-чуть. У нее нет блеска. Может быть, под глаза ее попробуем, не знаю. Ну, вот, опять же, на руке она выглядит так. На лицо нанесешь, что может совершенно вообще по-другому выглядеть. И, ну, так сказать, портить все. И еще, кстати, тема Project Fenn от меня немножечко отошла на второй план, потому что я подсмотрела, увидела, в общем-то, тему... Ну, у нас она тоже пару раз, я видела, прозвучала на, скажем так, на русском языке... Тему осознанного потребления. Там даже, как бы, ну, похвалили людей, которые с большим достатком, которые разрезают упаковки из-под крема и так далее, что типа используют все до последней капли. Своё оправдание я уже не раз говорила, что я хоть и много покупаю, но я очень редко от чего-то избавляюсь. Вот, чтобы купила и избавилась. В основном это либо продукт уже начал портиться, но я им пользовалась, либо я его купила, он мне сразу там не подошел, просто пролежал какое-то время, потом я от него избавилась. Либо он вызывает у меня какую-то аллергию, сыпь и так далее. Либо, например, раньше мне нравились, допустим, матовые какие-то помады, а потом, ну, я поняла, что это уже не модно или ещё как-то. Ну, на примере матовых помад это очень сложно. Сейчас я, например, могу себе чаще позволить там какие-то, скажем так, блестящие макияжи. Я помню период, когда матовые макияжи были только в уголке глаз, я стала какую-то блестяшечку, и блестяшки мне в таком количестве были не нужны. Сейчас, наоборот, мне матовые в таком количестве не нужны тени. И, опять же, я не могу вообще сказать, что мне нравится, что не нравится, и от чего я буду отказываться, от чего я буду не отказываться. Есть продукты, которые у меня, например, подводки просто там высыхают, или туши своей жизнью живут, потом бац, и высохли. Но лучше я буду доковыривать то, что есть, чем, например, я купила палетку теней, пару раз попользовалась. Вместо того, чтобы её отложить на долгое хранение, я её выброшу и пойду в похожую куплю. В общем-то, ну вообще, мне это разумное потребление очень сильно понравилось. Вообще, эта тема, я посмотрела несколько лекционных, скажем так, видео, как, почему и для чего этим занимается молодёжь в основном, и как бы для чего они это делают. Мне понравились очень многие лекторы, скажем так, которые участвовали в этих конференциях и так далее. они ещё рассказывали, что вот очень эффективно второе повторное, вот типа секонд-хенд, вторая рука, то есть дать жизнь вторую вещам, вот как я вам показывала, например, упаковку из-под какого-то крема я оставляю, чтобы туда сделать своё мыло из обмылков. То есть я и обмылки применяю, чтобы сделать потом продукт для мытья своей обуви. И с другой стороны, я не покупаю какую-то специальную тару, в которой я буду это мыло создавать, скажем так. Вот опять же, в середине где-то видео я вам показывала стеллари компактную пудру, которую вот ещё раз покажу, которую я приспособила для того, чтобы сюда выковырнуть, вымазать помаду, тем самым мне удобнее. То есть я беру кисть объёмную какую-то, ну, для румян. Я беру, я сюда вот её засовываю, я набираю продукты сколько мне нужно, это намного удобнее, чем наносить просто румяна, скажем так, из стика на лицо. И получается, что я не покупаю, не иду какую-то там тарелку, какую-то коробочку, чтобы, ну, сделать это в этой коробочке. Опять же, тренд с вот этими румянами, возможно, он быстро сейчас от меня отойдёт, он может сто лет продолжаться и всем нравится, а мне лично перестанет нравиться совершенно. Я от него просто уйду, скажем так, и всё на этом. То есть когда-то я перепрессовывала румяна, заканчивала до конца, когда-то я перепрессовываю румян, мне не хочется ими пользоваться. То есть я никогда не могу сказать, что мне нужно, что не нужно. Но лучше я буду пытаться что-то заканчивать, что-то... Я понимаю, что эти бумажки, эти вот эти всякие баночки, это вред для экологии и так далее. Но, опять же, производители постоянно что-то новое выпускают. Если бы вот эта коллекция какая-то была бы только она, и всё на этом, то было бы замечательно. Если бы в подружке никто не вскрывал упаковки, то тоже было бы замечательно. Просто брали бы со стенда любую помаду и не боялись бы за то, что она там кем-то попользована. А так ты тоже смотришь, она попользована. Всё, не берёшь. Вот сколько в подружках, в корзинах лежит товара, ещё не знаю там с каких коллекций, просто потому что испорчен продукт. Кто-то его потрогал, и никто не хочет больше покупать, даже по скидочной цене. Зачем кому-то это нужно? В то же самое время в сфере потребления, допустим, если вы придёте в салон, сколько расходников, доразовых материалов на вас тратится, которые можно было бы заменить на многоразовые материалы. Опять же, я когда смотрю некоторые видео, вместо вот этой спатлы, шпатля и так далее, используют какие-то, ну, типа микробраши, только снимают вот эту вот штучку, и вот там делят какую-то помадку или что-то ещё набирают. То есть то, что можно было протереть или помыть, используют вот так. Но опять же, протирают влажной салфеткой, которая одноразовая. Я тоже покупаю одноразовые салфетки влажные. Но это бесконечный круг, винить меня, как будто это только я делаю. Нет, все так делают. Ну, большинство людей, если вы так не делаете, вы какие молодцы, зачем вы попали ко мне на канал? Мой канал – это прямо конкретные покупки и ещё покупки дублей. Это в этом видео как-то мало дублей, а так обычно у меня одних дублей бывает по 10 штук. Хотя ещё не вечер, эти все продукты я могу ещё сейчас сто раз купить заново. Итак, к чему я так ещё сказать это всё подвожу? Потому что вот это осознанное потребление мне очень понравилось, потому что ты как бы, одна девушка-оратор говорила, ну, это так уже мой там полуперевод, что она потратила какие-то свои ресурсы. Допустим, она там работала, может быть, ей кто-то это подарил и потратил на это то же время, чтобы заработать эти деньги. Она купила какой-то продукт, который ей подходит, который ей, ну, в принципе, нравится, который её не уродует, который, в принципе, опять же, актуален, который, ну, скажем так, не потерял какой-то своей смысловой нагрузки, не так, что ей там подарили в 90-х какие-то малиновые тени, которые сейчас уже не актуальны, которые оступаются, которые у меня там не могут справиться, то есть не про такой продукт речь, в общем, про обычный продукт, но он просто уже, например, так сказать, использован наполовину, неприятную упаковку, потому что она там поцарапалась, но на качество продукта это никак не отразилось, продукт не испортился и так далее. Она говорит, почему я должна выбрасывать чей-то труд, чьё-то время, и идти опять тратить чей-то труд, чьё-то время на какую-то покупку очередную, такую же, когда у меня дома половинка. Я, когда начала смотреть, вот те, кто осознанное потребление в массы продвигает, начала смотреть их завалы косметики, и действительно, завалы косметики большие. Я смотрела, я сейчас вот именно транслирую такую небольшую конференцию онлайн, которая проходила небольшие, не из больших, и там были блогеры, ну не скажу, что там миллионники, то есть у кого-то 50 тысяч, у кого-то 100 тысяч подписчиков из разных стран, и они тоже показывали своё хранение организации косметики, там были действительно классные какие-то продукты, люксовые, новые, но они почему-то вот решили добивать старое, и до этого они не были project planner, и вот чтобы там у них project planner уже много лет идёт, и они вот продолжают, так сказать, свои ступени проходить, то есть они вот с нуля, охватывают эту штуку, то есть вот там девушка ухоженная, такая мега красивая, и она достаёт палетку круглую теней, в которой, ну которая она сейчас вот начала пользоваться, в которой в трёх рефилах просто дыра, и знаете, там по углам уже, на 2-3 макияжа, и в середине вот какой-то тёмный оттенок, и она говорит, вот тёмный оттенок, он мне нравится, но я его использую макияж, и просто там какую-то крошечку, куда-то там ставит его, и чуть-чуть растушевывает, может стрелочку, я так и не поняла, просто я с переводом смотрела всё это, и знаете, я так вдохновилась, думаю, у неё столько косметики, и она говорит, этот продукт, он очень классный, он люксовый, дорогой, я сейчас даже не вспомню, что это за бренд, не слишком старая палетка, чтобы ей там было 30 лет, или сколько-то, и она говорит, да, это нормально, зачем мне покупать, у неё в других палетках примерно такие же, тоже есть оттенки, она говорит, ну зачем, тут вот есть ещё на несколько макияжей, тёмный оттенок, я могу этот, вытащить, и вставить магнитную палетку, её тоже такая есть, там для рефилов, и она вот просто это как-то рассказывает, думаю, да что же такое, наконец-то у нас может быть скоро, когда-то вбивать будешь Project Pen, или что-то такое, у тебя просто будет куча видео, а не 2-3 видео, или ещё вот эти вот, я не люблю смотреть, когда одна и та же косметика, из года в год, и там минимальное, не мотивирующее совершенно потребление, я вот такие вот не очень люблю, мне нравится конкретно, вот чтобы посмотрел, пусть лучше реже отчёт, но ты посмотрела, там куча пустышек, потому что я очень быстро и сильно заканчиваю косметику, несмотря на то, что я себе позволяю пользоваться совершенно другой косметикой, вот всё никак, вам не сниму ни свой вот этот макияжный столик с косметикой, ни другой, я другой уже сколько раз думала, вот я выну всё, и вам покажу хотя бы, сколько у меня там барахла хранится, сколько у меня там отделов, ящиков, но всё никак, всё никак, потому что там постоянно всё завалено, перезавалено, и так далее, тут у меня свой мирок, я тут могу оставить бардак, а там я не могу, в плане того, чтобы оставить всё это на полу, или разложить, как-то это всё будет мешать, вообще сильно-сильно, и там косметики побольше, так что, да, вот такое вот у меня видео получилось, как всегда, с длинной болталкой, в общем-то, про косметику я насмотрелась, я продолжаю смотреть Project Pen, особенно в запрещенной социальной сети, там, я могу сидеть, например, целый день, и пролайкать только одного человека, то есть у меня нет такого, чтобы я зашла, например, к пяти, шести, там, сразу, подряд, вот знаете, ленту, нет, я вот увидела нового человека, и всё, и захожу к нему, и начинаю листать, 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 там, с девятнадцатого года он начал постить, всё, и начинаю смотреть, что там у него продвигалось, если меня цепляет, если есть какой-то прогресс, я начинаю просто сходить, что лайкать, или иногда там пропускаю, но я просто всё смотрю, как там всё заканчивалось, всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока!